Что ж, здравствуйте! С Новым Годом, вас, дорогие подписчики! Я не снимал практически целый год видео, получается, потому что предыдущее я снимал аж в том году. Добрался я, наконец-то, до итогов года по директологам и сфере вообще директа. Наверное, нужно всё-таки его достаточно плотно обсудить, я выписал себе какие-то основные темы. Будет ещё одно видео, оно будет связано по самим нишам, немножко пройдёмся. Но в этом видео я эту тему затрону, немножечко пощупаем, потрогаем её. Итак, наверное, с чего стоит начать и о чём надо поговорить. Ну, немножко будет закрыто, но я думаю, ничего страшного. Наверное, надо начать с новичков вообще. В этом году действительно прибавилось достаточно большой объём ребят, которые занимаются директом. И если в прошлом году, в 22-м году в директ пришли таргетологи и прочие ребята просто из смежных ниш, то в этом году пришли люди, которые вообще никогда директом не занимались. Им я могу пожелать удачи, успехов, но есть нюанс, который надо всё-таки обязательно принимать в расчёт. Этой нише не один год. То есть, когда, например, я приходил в директ, это было в 2000... Ну, первой рекламной кампании я настраивал в 2011 году, клиентом я начал настраивать в конце 2012 года, а агентство у меня появилось в 2013 году, ну, можете посчитать какие-то года. Тогда рынка ещё не было. Рынок начал формироваться плотно в году, наверное, в 2014-2015, хоть как-то, да, плотничком. И с того времени можно посчитать, что времени прошло много. Кто-то пришёл, кто-то ушёл с рынка. И есть люди, которые, в принципе, по праву говорят, что у них есть опыт 8 лет. Вот, но фактически это как иметь права на автомобиль. У вас есть права, которые вы получили 10 лет назад, но на автомобиле вы за 10 лет ездили 3 раза. Это и хорошо, и плохо. Поэтому новичкам, конечно, будет достаточно сложно, потому что объём знаний, которые реально понадобятся для того, чтобы зайти на какой-то более-менее хороший уровень, он достаточно большой. И получается, если раньше можно было знать какие-то основы, какие-то объёмы знаний, условно, базовые, и со спокойной душой дальше идти и начинать работать с клиентами. В общем, сейчас главная проблема, что люди получают знания очень сильно урывками, и нет базовых знаний. Почему-то в большинстве своём, особенно те люди, которые когда-то занимались директом, условно, 5 лет назад, делали перерыв 2 года назад, 3 года назад, перестали заниматься и вернулись обратно, у них почему-то то ли из головы вылетела база, то ли её не было. Не знаю, по какой причине. В общем, новичкам я в обязательном порядке рекомендую изучить базу. И, естественно, не наступать на те грабли, на которые наступают некоторые директологи, которые приходят вернуть обратно опыт, который упущен был за последние 2-3 года, условно говоря. Обязательно надо поизучать, что такое анализ конкурентов. Опять же, вроде звучит максимально тупо, и анализ конкурентов, но все же должны делать. Но, как показывает практика, почти никто не делает анализ конкурентов, никто не понимает, зачем это нужно, почему это нужно, что это принесёт, какие дополнительные плюшки в работе с клиентом. Сам клиент не понимает, зачем это нужно, как его производить этот анализ конкурентов. Вообще, нужно провести, конечно же, перед этим ещё и анализ ниши полноценной, и вообще, что в той или иной сфере происходит вообще. Потому что клиенты, ну, это отдельная тема разговора, но клиенты ваши в большинстве своём о своём рынке знают очень поверхностно, поверьте. Естественно, кроме всего этого прочего, нужно разобраться, что такое лендинги. Как бы смешно ни звучало, потому что вроде лендинг скопировать можно, да, можно, абсолютно точно, и в этом нет ничего такого зазорного. Надо понимать, какой лендинг, конвертик какой нет. Для этого нужно понимать, как устроен аукцион в директе, может быть, поизучать немножечко, в том числе и SEO, потому что они всё равно сейчас достаточно поверхностно. Поверхностно, да, мы не говорим сейчас про глубокие знания, базовые знания SEO, потому что плотничком всё равно они вместе идут, и директ, особенно на поиски SEO, в одной лодке качаются. Надо обязательно поизучать вообще, какие виды таргетов и какие виды вообще объявлений, ну, вообще рекламы в директе существуют, потому что, когда людям рассказываешь, там, Яндекс.Бизнес, у них глаза открываются, что это за Яндекс.Бизнес, как он устроен. Потому что, например, у нас есть ссылочка ГеоАДВ, там, и так и тому подобное, где можно понять, что в выдаче есть только один Яндекс.Бизнес в поиске. Практически мы несколько раз такого даже на вебинарах находили, в монстрах маркетинга, и я ребятам показывал, говорю, видите. И при этом ребята это не делают, то есть почему-то я анализирую конкурентов за ребят, за новичков, и это достаточно странно. Аукцион. Надо разобраться новичкам с аукционом, потому что, когда они обещают заявки по 500 рублей, по какой причине? Потому что они прочитали в чате или спросили, сколько заявка стоит, там, не знаю, какую-нибудь нишу, называем, свободную, свободную или несвободную, конкурентную. В чате говорят, да, можно заявки по 500 рублей сделать, и человек пишет клиенту, ну, заявки будут 500 рублей. Ну, иногда пишут, там, 1000 рублей, они такие, ну, это дорого, клиент не поймет, скажу, 800 рублей. Вот. Если даже просто в ручной стратегии настроить рекламную кампанию, что не составляет никакого труда, для, естественно, опытного директолога, для новичка очень сложно, можно открыть и посмотреть ставки, даже на поиски банально. Если вы видите, что у вас CPC подходит к тем же 800 рублям, то заявки по 800 рублей маловероятны, давайте будем честными. Вот. В общем, для новичков это достаточно большой стресс, потому что они не знают, как преподнести, наверное, правильно эту информацию клиентам. Вот. И я здесь сразу хочу сказать тоже очень важный момент, который очень странный. Многие считают, что кто приходит или идет в директ, что обязательно, ну, вот, например, на курсы, да, многие курсы, в принципе, этим пытаются людей заманить, тем, что мы вам дадим проект, какой-либо проект с клиентом, ну, с учим, условно говоря, и вы на нем научитесь. Ну, или просто вы первые деньги заработаете. В общем-то, здесь есть момент очень важный, то, что с большой вероятностью вы, в принципе, клиента сможете найти очень легко, любого. Но отсортировать и понять, сможете ли вы ему сделать результат, вот это как раз сложно. И это второй этап, на котором, в принципе, многие ребята как раз начинают ловить себя на мысли о том, умею ли я что-либо делать, всякие самозванцев начинают, да, ловить там подобное. Но синдромному самозванцу, если что-то правильно, да, говорить. Но здесь главная проблема просто заключается в том, что, это будет следующий как раз разговор, да, то, что кейсы и то, что есть на самом деле на рынке, очень сильно отличные вещи, абсолютно отличные. И у новичков сейчас есть очень большая вероятность получить хороших, вкусных клиентов, даже ничего не обманывая никого, просто понимая расклад того, что такое связка, то есть лендинг, директ, в том числе понимая, что такое бизнес-экономика, то есть это какая-либо хотя бы простая воронка. Но разобравшись именно в воронке своего клиента, понимая, что кроме директа, лендинга, есть еще, во-первых, конкуренты, есть оффер, который есть на рынке, и самое главное, обработка клиента, то есть работа с клиентом. Потому что очень многие директологи реально присылают на разборы рекламной кампании, я вижу, что рекламные кампании нормальные. А вот офферы, возможно, даже лендинг, уже начинают хромать. То есть мы даже не коснулись такой вещи, как отдел продаж. Вроде бы, вас это не должно касаться, но проблема в том, что ваши потенциальные клиенты об этом даже не задумываются. Они думают, что они берут в аренду целый маркетинговый отдел и хотят платить за это 15 тысяч, условно говоря, или 20, да или даже 25, что достаточно грустно и печально. И только со временем, конечно же, вы найдете и отберете себе клиентов, с которыми вам будет комфортно работать. То есть это уже будут некоторые нюансы. То есть вам придется потратить время именно на выработку своего собственного почерка, пера, именно при работе с клиентом. Потому что настройка директа почти у всех, как бы я тоже не расстрою большинства ребят. Но что и профессионалы, что новички, что агентства, что частные специалисты, если не считать объем работ, качество одинаковое. То есть если мы берем нишу, в которой теоретически может работать там один директолог и вести компании, то есть это не миллионный бюджет, да, там 2 миллиона или больше, что-то в таком формате, где, например, нужно много компаний вести, какие-то еще нюансы учитывать, там отдел продаж, загрузку отдела продаж, какие-то там таргеты, что-то включать, что-то выключать и так далее. Если мы говорим про какие-то обычные стабильные проекты, даже в тех же стройках, например, особенно в регионах и так далее, разницы между новичком и профи практически нет. Нюанс заключается в том, что профи понимает экономику, он понимает рынок, он понимает предложения конкурентов и предложения владельца, ну, бизнеса, да, соответственно, своего клиента. Он понимает желание клиентов, своего клиента, то есть те, которые на рынке находятся потенциально, которые что-то хотят купить. Он понимает, собственно, что из директа можно выжить, а что нельзя и что зависит не только от директа, а что зависит от лендинга, что зависит от отдела продаж, то есть у него все на галочке, он это понимает. Новички чаще всего вот этим обделены и чаще страдают, что у них что-то не работает, а у других все замечательно работает. Но это такая еще одна большая проблема, которую я озвучивал в предыдущем видео, это проблема аналитики. То есть очень большое количество людей, к сожалению, запускают рекламу на бум, причем даже профессионалы. Дальше они приходят, почему у меня не работают, не могут понять, потому что проанализировать те действия, которые привели к какому-то регрессу, к какому-то ступору, да, остановке рекламных кампаний, по дорожанию заявки или еще чего-то, они не могут. По разным причинам. Теперь вторая проблема, она действительно проблема, которая есть на рынке, которую я лично выявил. Я не буду говорить, что все плохие, хаять. Сам я тоже не фонтан, просто потому что, как вы видите, я стал очень мало выпускать видео и контента. За последний год я выпустил действительно очень мало. Я стал, не буду скрывать, максимально с каждым годом все больше и больше даю платного контента, все даю меньше бесплатного контента. Ну, по разным причинам. Первое, самое простое, то, что я, конечно же, тот еще говнюк и считаю, что бесплатно хорошие дельные советы раздавать это достаточно, во-первых, глупо, во-вторых, все равно к ним, ну, раньше люди прислушивались, но я прекрасно вижу ролик любой, да, который выходит на моем канале, я вижу там репост с моим даже именем где-нибудь ВКонтакте, и человек пересказывает вроде все, что я говорю, но со своим, скажем так, уже со сломанным телефоном. И дальше начинается очень много веселья, потому что потом приходят какие-нибудь люди, они говорят, вот вы говорили, а я такой, где я такое говорил, не могу понять. И клубок этот развязывать, если честно, мне не хочется, мне намного проще, чтобы человек заплатил деньги и послушал более правильно, грамотно построенный курс или грамотно построенный ответ, который конкретно он, ну, он задал вопрос и на него получил грамотный ответ. Так вот, собственно, я заметил, что у нас появилась такая достаточно грустная тенденция, заключается она в том, что ребят, которые занимаются профессионально директом достаточно много, которые зарабатывают на этом деньги, и я наоборот только за, и я не считаю, что они какие-то там плохие, или я пытаюсь им палки в колеса вставить, я только за, но проблема заключается в следующем. Первое, у ребят, кто занимается больше там двух-трех лет директом, у них появляется так называемый творческий кризис, то есть они там начали писать, условно говоря, кто-то начал вести там телеграм-канал, и кто-то еще что-то, у них начинается творческий кризис, и начинается откровенно немножко в голове каша. Бывает даже у тех, кто и пять, и шесть лет занимается директом, примерно такая же история. Заключается она главным образом в том, что ребята пишут очень много домыслов, не основанных в принципе ни на чем, потому что они так предполагают, и вместо того, чтобы они пишут, что я предполагаю вот так-то, они пишут те вещи, которые им, ну, кажется, что, например, там, директ, условно говоря, отбирает деньги и ничего взамен не дает, условно говоря, вот, и все плохие, а мы вот хорошие такие, честные. В этом бизнесе, это маркетинг, я напомню, такого не бывает, ребята, то есть все честные и хорошие, они как бы давно уже все, ну, как бы, если у тебя есть, допустим, хорошая фирма, и ты умеешь делать там хорошо мебель, что-то производить и так далее, они рекламой занимаются постольку поскольку, потому что у всех, ну, как мы знаем в России, если ты просто делаешь нормально, у тебя всегда очередь из клиентов, мы до этого сегодня еще тоже дойдем. И, в общем-то, главный вопрос к ребятам, которые занимаются давно и пишут, и блоги, и много дают либо какие-то интервью, либо какие-то комментарии, для кого то, что вы говорите, потому что клиенты это не читают, все-таки стоит признаться, и читают другие директологи, и чаще всего новички или те, кто очень легко верит в сказки, что ли, бывает. Вот, и я ничего против не имею, то есть, меня это никак, никаким образом не смущает, потому что это не касается клиентов, я ни разу не видел ни одного клиента, чтобы он пришел и сказал, а вот тот-то, тот-то сказал вот так-то. Но зато ко мне приходит огромное количество ребят, которые занимаются именно директом, и говорят, а вот тот-то так-то сказал. То есть, по факту вопрос, кому это адресовано, ну, то есть, зачем это происходит, и, собственно, ну, и фактически, откуда вы берете инфу. Ну, это ко многим ребятам относится, я не буду персонализировать на самом-то деле, и одновременно есть ребята, которые делают вроде как качественный контент, но я заметил, что такие очень быстро начинают делать, это просто за деньги, бесплатную инфу такую не раздают. Ну, по понятным причинам все хотят зарабатывать, уж извольте. Ладно. Собственно, поэтому у профи есть еще один, наверное, вот который момент надо сказать именно по поводу профи. Ребята, профи, я ничего не хочу сказать, у кого-то сертификаты, кто-то ходит на конференции и так далее, но я точно знаю, что вот когда мы садимся на какие-то конференции с разработчиками, то есть это закрытые какие-то либо конференции, либо связь, конференц-связь, да, правильно сказать, зумы и так далее, я вижу там, условно говоря, 12-14 человек. Я могу их там, условно говоря, перечислить. Все остальные ребята, которые, рупоры, многие, кстати, рупоры считаются в индустрии, и, к сожалению, у них даже у некоторых есть возможность приходить и общаться с разработчиками, но они не общаются, то есть они не задают вопросы. Я повторюсь, я не буду специально ни имен, ни чего называть, потому что, ну, кто-то обидится, кто-то еще что-то, мы все-таки с ребятами, со всеми общаемся. Они сами знают, о ком я говорю, я думаю, что они и справятся. То есть у кого есть возможность, те будут общаться. У кого нет возможностей, тогда надо хотя бы писать. Это мое предположение. Я, кстати, очень часто так и делаю, я и говорю ребятам, что даже когда я не могу позволить себе сказать, не то чтобы правду, вообще сказать что-либо, потому что у меня подписано с Яндексом некоторые NDA, я напомню, я специально говорю, это мое личное суждение. Поэтому ребятам тоже рекомендую так делать. И некоторые вещи, которые иногда они рассказывают, просто очень сильно на новичков влияют. То есть они начинают почему-то верить каким-то непонятным домыслам, которых по факту нет. Что я еще могу сказать? По поводу ребят. Во-первых, мне очень понравилось, что я начал ввести табличечку. Я даже в Телеграме выкладывал несколько таких скриншотиков, правда с замазанными именами, признаюсь честно, потому что не знаю, насколько ребята любят афишировать. Но у меня сейчас в таблице больше 80 человек, которые вышли на 400 плюс в месяц. И по факту это, ну так как я таблицу начал собирать все-таки, признаюсь честно, в прошлом году, туда попало 80 человек. Прям легко. Играючи, скажем так. 84, если я правильно помню по таблице. Сейчас не буду открывать, но тем не менее. Естественно, те ребята, которые зарабатывают такие деньги, ну у меня их много в чате, я их прекрасно знаю, но они никому об этом не афишируют. Они афишируют только при личных разговорах и часто даже пишут, ну не рассказывай. То есть, пожалуйста, просьба не рассказывай. Вроде как, должно по-другому быть. То есть, когда ты наоборот зарабатываешь там условно 200 тысяч, я там стесняюсь и так далее. Вот нет. Работает это следующим образом, это абсолютно правильно. Это я понял в этом же году на партнерском беспределе, когда у нас, у меня есть несколько ребят на платине, которые пришли у меня учиться запускать новые проекты, автоматизировать некоторые бизнес-процессы, которые у них есть в их микробизнесе, да, в партнерском. Меня очень сильно удивило то, что ребята приходили на обучение в 2019, например, году. Им я и Женя давали, собственно, какую-то определенную нишу. Они так и сидят в этой нише и говорят примерно следующее. Ну, я за прошлый год 2,5 мульта вынул вот на этой нише за сезон. Спасибо, все классно, теперь надо расширяться. И никто об этом не знает. И мы недавно с Женей Тимаковым как раз разговаривали по поводу этого. Давайте будем честными. Если вы зарабатываете, условно, 400, 500, 800 и так далее, тысяч, вы всем подряд об этом говорить не будете. Ну, как минимум, по причине того, что все вокруг все равно конкуренты, это раз, ну, то есть это логично. Если вы не собираетесь на этом зарабатывать, ну, то есть у меня, понятно, курс по монстр маркетингу, мы обучаем директологов. И новичков привлечь самое простое, это логично, и никто никого не обманывает, это тем, что вы можете прийти и вот посмотрите на ребят, которые зарабатывают больше такой-то, такой-то, такой-то суммы, вот они, собственно. Но если мы говорим про реалии жизни, когда вы не хотите других обучать именно этой профессии, то рассказывать, как вы зарабатываете те или иные деньги, 400 тысяч, 600 тысяч, 800 тысяч у нас есть, и господин один, который 2,5 зарабатывает в месяц, но он не один, тут все-таки, признаться, стоит у него команда, да, у многих, у кого свыше 400-500, все-таки у них команда. Есть у меня уникумы, ребята сидят в чате как раз и пишут, что кто-то там с женой на пару зарабатывает, там 500, кто-то 500 и один зарабатывает, но это сумасшествие. В основном у всех есть команды. И даже очень не отшлифованные команды, которые нужно переводить еще дальше, 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 ну, собственно, они за этим и приходят. Но при этом сразу перед тем, как мы начинаем разговаривать о доходах, они такие, пожалуйста, не рассказывай никому. Вот, поэтому кто хочет в комментариях, я с удовольствием приглашаю, что в Телеграме, что приходите, можем интервью записать, если вы захотите с моими учениками, я с удовольствием расскажете. Но, тем не менее, прогресс положительный, то есть я знаю ребят, которые, опять же, вот, ну, кто-то, кто учился, у которых был доход 100 тысяч рублей, сейчас доход 400 плюс, и я все-таки сумел хоть какой-то части аудитории промыть голову, что, во-первых, нужно брать больше денег и средний чек поднимать. Он не так сильно вырос по рынку, но очень хорошо вырос после того, как ребята проходят курс монстр маркетинга. И не потому, что я там даю какую-то волшебную таблетку, как многие рассказывают, что вот мы с клиентами как-то особенно общаемся, нет. На самом деле все наоборот зависит от того, как вы правильно распределяете свое время и селективные особенности клиентов, потому что вы пытаетесь иногда взять все или просто пытаетесь взять клиентов там, где брать их просто не нужно. А брать их надо из другого места и все. Звучит просто, на самом деле, как только, ну, простыми словами. У кого-то есть сарафанное радио, на сарафанном радио можно зарабатывать 100, 120, 150. Но для того, чтобы заработать 300, 400, 500, оставаясь, ну, например, увеличивая чек в два раза, вы не можете использовать то же самое сарафанное радио, потому что предыдущий человек, который вас порекомендует, он скажет, он берет там 25 тысяч. И человек такой, о, классно, 25 тысяч. А нельзя прийти к нему и сказать, давай-ка заплатим мне теперь в месяц 50 или 70 тысяч рублей. Это так работать не будет, в общем-то. И очень важный момент, что кроме директа надо, вот все, что я выше говорил, да, опять же, надо с клиентом немножко глубже погружаться в нишу. И что дает очень свои классные плоды. Ну, кроме всего прочего, естественно, можно предлагать какие-то дополнительные услуги. И самое простое, чтобы выйти на такой доход, мы, собственно, некоторых директологов загоняли по схеме богатого маркетолога, если вы видели такой у меня курс, где ребята паковывали свои кейсы. Естественно, для этого нужны кейсы. То есть, если вы новичок, то без кейсов очень-очень тяжело подобное прогнать. И такую схему будет работать сложно, потому что сначала нужно получить какие-то кейсы. Потому что если вы директолог хороший и умеете делать качественно, вы очень быстро выйдете на доход 350-450-500. Потому что хороших директологов, которые понимают всю связку, которые понимают, что такое экономика бизнеса, ну, то есть, могут хоть как-то на равных общаться с заказчиком, что ему может вообще понравиться, и делать еще, кроме всего прочего, таких на рынке очень мало. И за ними практически хантят максимально, насколько это возможно, забирают к себе, там, очереди стоят, короче говоря. То есть, проблема не в том, чтобы искать клиентов хороших, которые там классные, крутые, а делать хорошо. А вот делать хорошо директ, и, собственно, и же с ним все, что я озвучивал выше, к сожалению, сложно. То есть, сам директ настроить по шаблонам, по каким-то нюансикам несложно. Сложно все остальное. То есть, сделать правильную, грамотную связку, научиться анализировать директ, когда что-то идет не так, понять причину, почему это сломалось, и сделать это в локальном каком-то объеме. То есть, так, чтобы никогда бизнес уже умирает. А, вот оно что! То есть, все по бороде пошло, и стало понятно через полгода. Нет, это надо локализовать и решить достаточно оперативно и быстро, что иногда очень-очень сложно. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, отсюда можно сделать тоже интересный вывод, потому что ко мне очень много ребят приходят и говорят, как насчет работы. Давай, мы хотим, собственно, к тебе команду. Я команды набираю. Постепенно набираю команды, но так как ребят приходят, и желающих, которые хотят устроиться ко мне на работу, их очень много, в том числе и из учеников. Я могу сказать так. Во-первых, мы в обороте выросли в 2,5 раза за этот год. Почему я точно не буду говорить? Ну, в общем, в любом случае, я скажу так. Знаете, есть такая цифра 500 миллионов. Я сейчас говорю про своих клиентов, которые обслуживаются на агентских аккаунтах моих. Так вот, тут обороты чуть-чуть побольше, скажем так. И мы выросли очень сильно в обороте. Выросли очень простым образом. Я селектировал и убрал всех клиентов, которые точно не приведут к увеличению их оборота рекламного бюджета. Это первое. И я их раздал своим ученикам. Некоторые, поэтому, кстати, если вернуться обратно, некоторые вышли на 400+, потому что, признаюсь честно, некоторым раздал своих клиентов предыдущих. Кстати, были интересные, занятные ситуации, потому что были клиенты, которые писали мне в личик такой, привет, мы хотим опять новый проект там замутить, или еще один проект. И я говорю, ну, я сейчас не могу взять. И люди пишут, через полгода или даже 9 месяцев я присылал там Насте, нашей контентщице, она не даст соврать, она писала такая, я думал, что только вы мне не отвечаете. Я говорю, да я всем не отвечаю там в Телеграме. Вот. И чувак через полгода, короче, или через 9 месяцев там опять, например, пишет такой, Кость нужна. Я говорю, а вы что за 9 месяцев директологов, что ли, не взяли, не нашли? На новый проект они такие, да мы перепробовали, это просто ужас какой-то. Вот. И приходилось, в общем-то, давать ребят с тренинга, ну, опытных ребят, конечно, но, в общем, некоторые ребята поэтому и выросли на 400+, ну, потому что там средние чеки по настройке 70-80, там не сложно, как вы понимаете. Ничего сложного нет. Так вот, в этом контексте мы сделали так, что мы убрали всех мелких абсолютно клиентов или клиентов, которые явно не будут расширяться и увеличиваться, а их, опять же, рынки каким-то образом немножко поджимаются, либо каким-то образом, короче, с оборотами у них немножко печально, и начали работать в основном с бюджетами, стараться больше миллиона рублей. Опять же, многие говорят, что это очень сложно, и, ну, там, условно, где найти таких клиентов. Таких клиентов достаточно, на самом деле, много, но приходят они, естественно, не из статьи ВЦРУ, не из телеграм-каналов, которые вы очень любите вести. Из статьи ВЦРУ, кстати, можно получить похожих клиентов, 500-600 бюджета, у меня есть несколько таких кейсов, не из группы ВКонтакте. То есть там тоже теоретически можно, но шанс стремиться к нулю, как вы понимаете. Для этого нужно агентство. То есть, в первую очередь, то, что происходит сейчас именно в рынке Директа, то, что количество агентств сокращается, это очень странно, потому что те действительно крупные клиенты, которые хотят работать, им очень тяжело выбрать агентство, по простой причине, потому что агентств мало, то есть у них выбор небольшой. Именно агентство, потому что нужно иногда объем работ какой-то, то есть нужен тимлид, нужен менеджер по работе с клиентами, нужны, собственно, тимлид имеется в виду с командой, с несколькими людьми, в некоторых случаях это подмастерье, если хотите. А иногда нужно не один тимлид, а нужно несколько, собственно, тимлидов, ну и имеют не на один проект, а в агентство, чтобы работать с достаточно большим количеством клиентов. И, как показывает практика, вырасти в обороте не составило большого труда. И этим я занимался целый год, поэтому видео, собственно, было очень мало. И за счет того, что мы, скажем так, знаем наперед, ну потому что, опять же, в том числе и в экспертах я состою, и не только, и общаюсь с разрабами, знаем наперед примерно, что будет происходить, мы как-то очень удачно все угадали, практически. Вот. И выросли очень-очень в хороший оборот. Почему точно, не могу сказать по нескольким причинам. Первое, налоговые, не хочу с налоговой связываться, потому что, сами понимаете, у меня, например, в жизни уже было, по-моему, 3 или 4 налоговых проверки, я больше, ну, как бы, не особо хочу, нет у меня большого желания. Это первый момент. Второе, у меня есть с некоторыми клиентами подписаны NDA, с некоторыми, со многими клиентами, и, называя точные обороты, можно получить по шее, что не хотелось бы тоже, честно говоря. И поэтому, кстати, не приходите, пожалуйста, на платные консультации, не спрашивайте, какие бюджеты я кручу в той или иной ниши, потому что я вам все равно не скажу, в том числе, как по некоторым. Некоторые информации я могу еще дать, которая такая очень расплывчатая, которая вам, в принципе, подойдет, но точные данные я, конечно же, никому давать не буду. Что еще стала проблемой, я считаю? Это то, что, как показала практика, у большинства директологов, достаточно хороших, именитых, стало меньше клиентов. Звучит очень странно. То есть, рынок растет, есть большое количество клиентов на рынке, ну, собственно, их забирают молодежь, то есть, проблем, повторюсь, найти нет, но самих клиентов у директологов стало меньше, по нескольким причинам. Первое, так как если вы сами директологи, частники, вы очень быстро выгораете. Тот, кто, собственно, рассказывает, пишет, что там, я не выгораю, что у меня это не касается и так далее, это обман, потому что эти люди в кулуарах жалуются мне, да и не только мне, что сил терпеть этот директ больше нет никаких. Признайтесь хотя бы себе. Кому-то, подписчикам, что-то еще можете не рассказывать. Это я прекрасно все понимаю, это все больно, но главная проблема просто, когда человек торгует лицом, в том числе и я, я-то еще ладно, я могу просто пойти, условно говоря, целую неделю лежать в салате, чем там люди занимались, например, в январе. Спокойно, то есть, просто взять и уехать. Да, я знаю, что некоторые директологи тоже могут, но есть нюансики, скажем так, условно в салате, но головой, но на клавиатуре все равно пальцы, или наоборот. Пальцы в салате, а лицо на клавиатуре. Ну, не суть. В общем, смысл в том, что стало очень много вот этого блогерства, которое... Я не против, опять же, его, я считаю, лайфстайл должен быть, потому что я свой лайфстайл что-то еще не показываю, и я считаю, что это не особо никого, в общем-то, и не должно интересовать. Вот, но... Ну, просто внутренняя кухня должна быть у каждого своя, то есть пытаться ее как-то взять, там, взять, изъять, и к себе применить это достаточно тяжело. Так вот, с клиентами проблема, главное, заключается в том, что людям, очень многим что-то не фортануло, что-то не работало, и клиенты либо сами ушли. Такое есть, и у нас тоже, я рассказывал тоже историю, что там у кого-то рой статы показывают такие цифры, от которых можно офигеть. Хорошо, если разброс от реальности, там, 30%, да, в некоторых случаях разбросы в 2, в 3, в 4 раза. И тут даже вопрос не к рой стату самому, потому что сейчас ребята опять придут, как мне в телеграме, ребята из рой стата начали на меня ругаться и так далее. Нет, да ради бога, но проблема в том, что заинтегрировать нормальные инструменты, сторонние, да, какое-то стороннее программное обеспечение к директу практически невозможно. Все равно будет много косяков, потому что это такой вот Яндекс.Директ. Я повторюсь, API у него не обновлялась уже хреналион лет, и новые инструменты, они нормально, нельзя с них собрать даже статистику. То есть, если вы хоть раз пробовали работать с API, вы это прекрасно знаете. Вот, собственно, поэтому часть клиентов сама ушла, от каких-то клиентов просто попросту люди отказались. В пользу чего? В пользу того, что хочется больше отдыхать, ну, и часть клиентов просто приносит львиную долю денег. И я опять же не против этого. Ну, естественно, опять же, я не против того, что там кто-то, допустим, говорит, вот я теперь отдыхаю, теперь смотрите, вот у меня по-другому все стало. Это хорошо. Я ничего против этого не имею, просто факт того, что клиентов стало меньше, видно, что кейсы, люди там из года в год выкладывают одни и те же, то есть, один и тот же клиент, условно, который два года, а новых нет, просто нет. То есть, ну, вообще просто даже об этом слов нет никаких. Зато теперь есть больше философских мыслей в пользу Джейсона Стэдхэма. Ну, в общем-то, повторюсь, просто это факт. И хорошо это или плохо, мы это увидим через какое-то время, потому что агентства становится меньше, а директологи стали выкладывать фразы Джейсона Стэдхэма. Увидим. Ну, еще один момент, да, пожалуй, я уже о нем сказал, просто еще раз озвучу фактом, то, что очень много стало контента только для других маркетологов. То есть, директолог пишет для директолога. Никто не пишет для клиентов. Я в том числе, я пытался, уже были попытки такое делать, не в этом году, не в 23-м. Я выкладывал, по-моему, в 22-м году видео, объясняя многое. Естественно, у меня контент для других маркетологов по простой причине и понятный, потому что я обучаю маркетологов и директологов, но есть много, много других директологов, которые должны делать контент для клиентов своих, по принципу богатого маркетолога. Того же, опять же, сошлюсь на него. Например, у вас есть кейс, сделайте видеоинструкцию, расскажите, как вы боролись с CRM, с клиентом, с его экономикой, может быть, с ропами ругались, сейчас об этом тоже поговорим. Как боролись с конкурентами? Нет, этого нет. Есть какая-то история, что мы жалуемся на директ, мы жалуемся на какую-то историю внутреннюю кухню директа, но никаким образом не трогая сам, скажем так, работу с клиентом и бизнес. То есть, видно, что с бизнесом на бизнес мы никак не влияем, мы просто жалуемся на директ. Это печально, это присуще, и в чатах это больше всего. То есть, нет такого, что у человека есть какая-то критическая сторона мышления, ну и, собственно, все, что я говорил новичкам, ребятам. Дальше. Про средние чеки за настройку введения. Я тут слэш должен был поставить, 25к. Я сделал этот вывод не просто так, это не из головы. Раньше, в 22-м году, я бы мог спокойно, смело ставить 20 тысяч, сейчас я могу сказать, что это в среднем 25к. Ко мне приходит очень много ребят, кто-то на каздевы, кто-то на консультации, кто-то... Конечно, кто может заплатить мне за консультацию, понятное дело, у них уже заведение 25 плюс, это понятно, то есть, это не совсем честно. Есть и ученики, и есть, собственно, ребята, скажем так, с улицы иногда, потому что, вот как раз мы проводим и каздевы, и просто слушатели, кто не приходит на платные курсы, и мы собираем, в принципе, данные. И если в среднем по больнице считать, то средний чек на настройку введения за директ сейчас, это 25 тысяч рублей. То есть, у кого меньше, это не значит, что, о, это ты где-то там переборщил, я там 10 беру. Это значит, что кто-то есть, кто берет 50 тысяч рублей. Вот так вот надо правильнее считать. То есть, если у вас в Новосибирске минимальная там или средняя зарплата 50 тысяч, а в России условно 80, это значит, что в Москве кто-то получает 300. Вот у нас, к сожалению, это так работает. И, собственно, у нас по подсчетам получилось 25 тысяч. Максимальные чеки здесь не ограничены. Я могу сразу сказать, что можно спокойно получать намного больше, если вы ведете клиентов с крупными бюджетами и ведете их на всяких еламовских аккаунтах, получая процент какой-то, либо на агентских аккаунтах. есть нюансы, сложность с раздачей вот этих всех еридов, вот эти все дурацкие новые законные маркировки, но, тем не менее, очень хорошие агентские проценты, которые, ну, опять же, многие отказываются или переходят на еламу. Я ничего против не имею, но, тем не менее, за счет, как минимум, той же еламы, как прокладки, в принципе, ребята уже начинают увеличивать средние чеки. Кто-то, у кого-то получается и 200, и 250 тысяч в месяц приходят агентских комиссионных, да, это очень даже неплохой результат. Огромное количество знаю людей, у которых 100+, огромнейшее количество, поэтому это можно тоже подсчитывать как плюсом. Естественно, люди получают не только агентские, они еще и берут свои дополнительные деньги с клиента напрямую. Не забывайте об этом. Здесь не учитаны всякие создания лендинг-пэйджи, интеграции, всякие другие вот эти истории, потому что это можно считать до бесконечности, но при этом здесь учитаны ребята, которые занимаются какой-то одной нишей и условно дают готовую связку, да, и на нее льют. За это берут заведение, например, 50 тысяч. Это здесь учитано. Так что тут 50, там условно 80, у кого сколько получается. Некоторых даже бывает 35, наоборот, меньше стороны, но тем не менее. И чек растет, это приятно, но он растет недостаточно, потому что мы знаем, что в 23-м году все подорожало условно в России в два раза. Хлеб, ну, хлеб, конечно, может не подорожал в два раза, но мы прекрасно понимаем, да, там условно одно, второе, третье подорожало. Я считаю, что средний чек за настройку и ведение должен далеко за 35 перевалить на самом-то деле и приближаться. Самое-то обидное, что таргетологи больше денег берут, то есть, если вы возьмете нормального, хорошего таргетолога, он берет больше, чем директолог, хотя директ это более дорогой источник трафика, то есть, здесь ставки выше должны быть, но таргетологи берут денег больше. Ну, тут можно хулевар устраивать, конечно, говорить, что они там отливают больше, еще что-то, но здесь можно очень сильно спорить, потому что количество кликов, может, у них больше, но у нас бюджеты больше и всякое такое, да, и другая платформа, и она тоже нестабильная давным-давно, и, в общем-то, за это нужно брать тоже приличные деньги. Не знаю, по какой причине это все упирается, но знаю, что на Авито, на всяких разных, на ВЦшках, когда статью выкладывают, ребята там назначают ставки 20-25, нормально. На профи.ру, на Авито и так далее по пятнашке люди берут, ну, и дальше что-то, фрилансы я трогать вообще не буду, не считая, этого, господи, кворка, хотел сказать, тьфу, ну, буржи, короче говоря, любой, вот, там, конечно, другая история, в долларах мы сейчас ничего трогать не будем, а кворка, я имел в виду, конечно. Ладно, продолжим. Следующая проблема, это уже старческая совсем будет вещь, которую я уже несколько раз, да и много я об этом говорю, но это действительно проблема, вообще никто не шарит за клиентский бизнес, то есть, у нас есть, условно говоря, человек занимается там, строит дома, да, мы ведем ему директ, он там занимается, не знаю, полиграфией, он занимается вывесками, он, у него производство, он там силосы какие-нибудь производит, он там продает, перепродает китайское оборудование, там, ЧПУ станки, он продает там китайские экскаваторы-погрузчики, что-нибудь в таком погрузе, ну, экскаваторы и фронтальный погрузчик ЭП, и всяко в таком духе, и мы вообще экономику не знаем, вообще от слова совсем, и больше всего, я замечаю, самая большая проблема и кризис жанра наступает, как бы смешно ни звучало, знаете, в какой нише, в риелторстве, кроме того, что директологи не знают, СПО, например, так не знают, по большей части, риелторы, для них это вообще какая-то очень странная история, потому что, ну, я уже рассказывал тоже, не буду сильно вдаваться в подробности, про Ройстат, я рассказывал 30 декабря, да, здесь я могу, например, рассказать следующее, ну, вот, допустим, у вас есть маркетолог с той стороны, да, который говорит, что клиент должен, там, не знаю, в дизайне интерьера стоит 10 тысяч рублей, такой, интересно, стоимость клиента максимальная, а владелец, когда ты начинаешь спрашивать, слушайте, а сколько вы дизайнеру платите денег, ну, от, 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 клиента, а маркетолог этой же фирмы думает 10 тысяч, ну, то есть, это даже самое такое, если уж не, если не опускаться до совсем больших тупостей, но, если очень хотите, я не знаю, найду я или нет, сейчас не буду врать, потому что, может быть, мне станет в какой-то момент лень искать, и не найду, но у нас была конференция, на которой я рассказывал, показывал очень смешную переписку с господином, я не знаю, до сих пор он маркетолог или нет, диджит, и как он же себя назвал, директор диджитал, диджитал отдела или что-то такого, фреш авто, компания крупная, но такую, то, что человек писал, то, что вот я показывал, как раз, это, ну, это, это очень, это прям, прям совсем дно, и такого дна, к сожалению, сейчас очень много, то есть, приходят и клиенты такие, которые, да мы сами, за 500 рублей заявки сделаны, делайте, пожалуйста, ради бога, в вашей нише, там, где ваши, вы же открываете, открыть вашу же рекламную кампанию, и у вас там стоимость заявки стоит, там стоит она 10 тысяч, 15 тысяч, понятно, ее можно там оптимизировать, довести с поиска, до 2-3 тысяч рублей, да, да, логично, да, делайте на здоровье, но без нас, то есть, пожалуйста, без тупости, поэтому, главный вопрос заключается в чем, в том, что, молодежь, которая приходит в директ, и профики, они вообще ничего не спрашивают у клиента, главное, чтобы клиент принес бабки, я не против, повторюсь, я всегда стою в позиции, что я зажрался, у меня и так, в принципе, много денег, я могу отказать людям, разным причинам, бывает очень часто приходят клиенты, которым 7 раз кто-то отказал, там, мы 8, еще в таком формате, но, это надо спросить, то есть, у вас есть директ, почему вы расстались с предыдущим директологом, какая у вас экономика, и есть клиенты, которые вообще это, как-то, во-первых, в штыки воспринимают, ну, таких, наверное, сразу надо отказываться, а есть те, которые просто банально в штыки воспринимают, потому что они банально не знают, есть много перекупов, на рынке появляются, которые, ну, не готовы там, честно говорить, поэтому им нужны, логично, что если есть производитель на рынке, и рядом появляется перекуп, то производитель может, там, например, у него CDRR, там, 15-20% у перекупа, намного меньше, и как бы, конкурировать достаточно тупо, если один хочет заявки, и готов платить 2-2,5 рубля за заявки, а второй 500 рублей, но это как-то выглядит по меньшей мере, глупо, в общем, прямо это большая проблема, которая касается обеих сторон, что клиенты ваши, которые потенциально, либо их не понимают, сам рынок, не понимают экономики, что, ну, как бы, хотите дешевые заявки, идите на Авито, пожалуйста, ради бога, никто же не, я надеюсь, никто не будет, ну, многие, готовы со мной согласиться, и согласиться, согласятся большое количество ребят, которые занимаются и Директом, и, например, Авито, что на Авито можно получать намного дешевле, даже стоимость клиента получать ниже, вопрос в средних чеках, первых, вторых, таргете, в третьих, иногда Директ, это просто как дополнительный источник трафика во многих нишах, то есть, например, инфобизнес, почему-то люди думают, что только здесь можно там все забрать, или вот у нас вдруг с нашей площадки, там с какой-нибудь ВКонтакте, или ТГАДС, ТГАДС, все правильно хотел сказать, там получаются подписчики вот столько, мы сейчас в Яндекс придем, там будет еще дешевле, или вообще просто у нас там уже не окупаем, поэтому в Яндекс пойдем, это так не работает, и главная как раз проблема Директолога в том, что они не погружаются в проблему, то есть, зачем человек начинает искать Директолога, он же это не просто так делает, меняет Директолога, бывает так, что там клиент приходит, такой, да мы с предыдущим вообще судимся, то есть, если бы мы не спросили, что происходило, да, с предыдущим Директологом, или агентством, то нам бы и не ответили, они такие, да мы вообще судимся с ними, да не дай бог, ребята, как только вы это узнаете, шух, 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 вперед сразу, надо собирать шуманатки, и уходить, вот, и бывает очень много всяких разных людей, странноватых, и, естественно, если вам очень нужны деньги, возьмите их, я, например, вообще никого никогда не осуждаю, но я всегда у ребят, которые приходят ко мне учиться, они приходят с проектом, я говорю, а как получилось так, что этот проект у вас появился, и мне каждый раз такие интересные, смешные истории рассказывают, что я же иногда прям, ну, я уже, в цирке я уже давно не смеюсь, поверьте, то есть, я уже просто, смех и панорама, мне и так хватает в жизни, поверьте, в общем, обязательно, шарьте за клиентские бизнесы, разбирайтесь с экономикой, разбирайтесь, почему клиент, откуда, чего и как, больше вопросов, потому что у нас бывает, что-то вы много вопросов задаете, нет, мы как раз достаточное количество вопросов задаем, а вы не хотите на них отвечать, значит, что-то, что-то пошло, паленым запахло, так сказать. Дальше, есть еще одна очень большая проблема, ну, я ее озвучивал уже, но надо сказать об этом все-таки по поводу ниши, то, что многие из вас не хотят, не то, чтобы искать даже связки, все хотят заниматься только директом, по факту сейчас я уже говорил, что надо заниматься всем, то есть, желательно, чтобы если у вас пришел клиент, он был, ну, у него есть лендинг, вы понимаете, что он корявый, косой, бывает так, что многие не понимают, что лендинг даже корявый, косой, просто что-то не так с оффером, не донесли его, то есть, люди попытались сделать слишком красивый лендинг, где вообще, вот, что-то всплывает, что-то происходит, но, блин, я хочу предложение, а его нет, то есть, вы заплатили, 300 рублей за переход, условно говоря, там 100 рублей за переход, а человек сидит, и он не понимает, что происходит, то есть, он такой, ну, ладно, закрою, он-то 100 рублей не платил, платил владелец, а расхлебывает директолог, потому что, мол, директ плохой, человек зашел, 20 секунд посадил, посидел, и все, короче, до свидания, там, условно говоря, в общем, надо всегда иметь, какие-то, во всяком случае, быть на низком старте, к тому, что вы будете подкидывать другие лендинги, дополнительный второй, вместо этого, или что-то еще, то есть, будете менять лендинг, менять офферы, для того, чтобы, ну, потому что, скорее всего, ваш директ, он неплохой, то есть, да, его можно доработать, можно довести до ума, но очень часто к вам приходит очень сырой оффер, очень сырой ленд, причем, независимо, если человек первый раз запускает директ, или 751, можно это легко показать, и если у вас есть понимание ниши, понимание, опять же, анализа конкурентов, и так далее, вы это все сможете и донести клиенту, и, ну, если он адекватный, и вполне возможно, как раз довести до ума проект, и будет смешно, когда вы будете показывать владельцам бизнеса проект, где в директе вы почти ничего не поменяли, что странно, да, и клиент будет спрашивать, а что вы тогда делали, вы меняли, тестили офферы, ленд, потому что это тоже, к сожалению, сейчас относится напрямую к директу, как бы грустно, опять же, не звучало, причем, я сразу скажу, что если пришел человек из другой вида трафика, например, с авито, запрещенных всяких нельзя граммов, естественно, в ВКонтакте и других каких-то площадок, там, профи.ру, например, ну, неважно, в зависимости от ниши, очень часто они берут те же офферы и пытаются пропихнуть их оттуда, сюда, а целевая аудитория абсолютно разная, она просто неподходящая, даже с SEO, бывает трафик, он отличный от директа, как минимум, потому что у нас есть RSI или, там, например, можно Яндекс.Бизнесе дать рекламу только на Яндекс.Карты, можно запустить товарную галерею, да, там, только по товарам еще что-то, то есть, она может очень сильно отличаться и оффер нужно тоже менять и для людей такое открытие, ужас какой. Я уж не говорю про следующую проблему, которую тоже, естественно, надо озвучить, это, ну, опять же, я немножко поворчу, это CRM, оффлайн конверсии и мы вообще не продаем интеграции. Ну, странно выглядит и часто клиенты такие, да мы сами найдем, там, подешевле сделаем, но, ну, во-первых, оффлайн конверсии, мы говорим про то, что вы пробрасываете, например, из Амки или из Битрикса конверсии и у вас они есть в Директе, хотя бы, если у вас бюджет 100+, то вы хотя бы что-то видите. Про коллтрекинг я молчать сейчас буду в трубочку, потому что, ну, кстати, очень странно бывает, что у клиентов 300 тысяч бюджета, они приходят, у них нет коллтрекинга, у человека 15 тысяч бюджета, у него коллтрекинг подключен, ты спрашиваешь, а зачем? Он такой, я, чтобы все видеть, чтобы все контролировать, и вот Ройстад еще стоит, а как бы, а бюджет увеличить? Не, не, надо вот прямый суд. Нет, это так не работает, естественно, нужно понимать, что там 100-150 бюджет должен быть, и тогда, пожалуйста, ради бога, но CRM, как бы, извольте иметь сразу, чтобы туда пробрасывалась хоть какая-то информация, чтобы вы понимали, там, по хвостам, по этим меткам, можно было что-то понять, вы должны понимать, что в CRM, своя атрибуция, опять же, а там есть атрибуция, если что, если кто не знает. оттуда же достаются там хвосты, клиент-айди, хвосты имеются в виде метки, клиент-айди, другие какие-то данные, они подгружаются офлайн-конверсиями в метрику, могут попадать и в Ройстад, или другие системы с космонавтики, там, хоть какие, хоть Google Data Studio, в прошлом называющиеся, она просто привычнее. Так вот, главная, наверное, проблема заключается в чем? в том, что, во-первых, мы не продаем эту интеграцию, во-вторых, клиенты об этом вообще не знают, то есть, ты им показываешь друг на других проектах, они такие, ни хрена себе, вроде бы, тема очень старая, то есть, ну, кто-то прикрутил, да, там, Ройстад, этого достаточно, это не так, вам же нужна оффлайн-конверсия, кто-то обучает на них, да и, в общем-то, сама по себе, повторюсь, проблема тех самых атрибуций, она заключается в том, что вы в Ройстаде видите, как бы, вроде есть продажа, а что-то смотрим мы в Директ, а в Директе что-то какая-то совсем другая идея происходит, что-то там совсем не так, и у меня часто бывает такое, что клиент говорит, ну, у меня вот заявка, я вижу, что она там 3000, дороговато немножко получается с Ройстад, там, или любой, опять же, другой системы, с Казаналитики, хоть колтач, там тоже отдельная история, привет Паше, Герману привет, и Паше привет, и всем остальным ребятам привет, всех прекрасно понимаю и знаю, и понимаю, что у них тоже головная боль, у них тоже, как бы, они лучше сделать не могут, это не проблема в том, что у них там продукты совсем плохие, нет, проблема, главное в том, что общая интеграция, связки нормальной нет, так вот, отсюда главная проблема заключается в том, что первое, вы это не интегрируете, а если интегрируете, то опять же, там вот так информация, и все свято во что-то одно верят, смотрят и принимают это как за основу, как правда, что у меня заявка стоит 3000, хотел бы подешевле, но если рассчитать и покидать атрибуции, в директе стоимость заявки сейчас 5000 рублей, и при некоторых заметениях, если сделать ее 3000 рублей, оказывается, что это даже вполне себе адекватно и круто, но просто никто об этом не знает, и вам даже могут не верить, я людям открываю в зуме, показываю, например, знаете, есть такая штука, называется доля охвата рекламы, не просто вот охват, а доля охвата на поиске, например, это им показывает, что вы охватываете 50-70% трафика, просто сейчас не сезон, нету, и люди до последнего говорят, ну вот в WordState же есть статистика, и никто не понимает, что в WordState, в WordState, там даже написано, что это предположительное значение на следующие 30 дней, предположительное, то есть Яндекс просто строит предположение, сколько будет, это не статистика, статистику надо смотреть по-другому, и у нас есть еще куча разных нюансов, заключающихся в том, что опять же, мы вбиваем там какой-то запрос, условно говоря, клеенный дом из клееного бруса, или септики, вы поминусуйте оттуда ту аудиторию, которая не нужна, это как минимум, и получите какое-то прогнозируемое значение, оно будет намного меньше, намного, и аудитории намного меньше, намного меньше, как оказывается, например, вне сезона, удивительно, и за заявку надо больше платить, это тоже для людей, некоторых какие-то прям удивления, но это надо показывать, и чтобы люди хоть чуть-чуть доходили до какого-то определенного смысла, потому что это прям, ну это задница, конечно. Кстати, сейчас мы к воронке вернемся, пока я не забыл, еще очень важный момент, который надо тоже озвучить, это то, что как вы делаете аудиты, господа директологи, мне начали попадаться аудиты, даже моих компаний, ну моих, как моего агентства, аудиты меня вообще просто потрясли, я в шоке, я не говорю, что это все так делают, я всегда говорил, ребята, сделайте видео аудиты, меня прям, они очень бы обрадовали, и так далее, я знаю, что есть ребята, там, привет Вадиму Муравьеву, как раз, да, и другим тоже ребятам, кто взяли на вооружение, начали делать видео аудиты, вы красавчики, потому что текстовые ваши аудиты читать невозможно, я показывал на монстрах маркетинга, я его не буду, честно, сейчас искать, это был уже, можно сказать, в прошлом году, это уже месяц прошел, может, полтора, я показывал некоторые аудиты, на которых, например, написано, там, условно говоря, идет, ну там, седьмой пункт, и человеку просто надоело писать, то есть просто, знаете, один пункт, два пункта, три пункта, это директолог писал, и на седьмом пункте, там написано просто, то есть человек упал на клавиатуру, я сейчас не шучу, там не появилось, потому что это я нажал, там, то есть у меня Wordstat с прередактированием, то есть я не могу отредактировать, я открываю файл, и я не могу понять, почему, то есть вначале что-то там еще какое-то было связанное, но просто человеку уже настолько надоело писать, что он пишет, я уж не говорю про то, что предыдущие, ну там, такие вещи, как, например, человек открывает за все время рекламную кампанию, естественно, ну, вычищаются поисковые запросы, логично, да, там есть минус фразы, список минус фраз, их можно посмотреть, наверное, да, ну, возьмем поиск банальный, и при старте рекламной кампании, если она стартует с нуля, логично, что нужно будет почистить поисковый запрос, так люди берут, короче, за все время, собственно, компанию, статистику, которая проработала, условно, там, не знаю, месяц, да, и они такие, вот, какая грязная рекламная кампания, какие плохие поисковые запросы, и на кого это рассчитано, если честно, я не понимаю, то есть, настолько плохо делать аудиты, я, честно, прям, ну, в шоке, то есть, ну, а если разные все-таки временные периоды смотреть, не, я, конечно, тоже так еще удивился, думаю, неужели я когда-нибудь так тоже делал, теперь я постоянно, когда делаю какие-то аудиты, видео аудиты, я обязательно беру, естественно, и прям говорю даже, и проговариваю, что мы берем несколько разрезов временных, чтобы посмотреть, что происходило, динамика, но тут просто, нормально, сейчас все будет, это просто какая-то задница, ну, например, анализировать компанию, например, RSE, которая, ну, было понятно, что она не работала, да, и она выключена уже там, условно говоря, две там, три недели, она там, ну, я условно, да, она проработала там неделю, и на полном серьезе ее анализировать, при том, что, ну, видно, что она остановлена, но это какая-то дичь, просто какая-то такая, и такого много, если бы это было там, ну, условно говоря, в одном аудите, я бы ничего не сказал, но такого много, и даже если они хорошо оформлены, ну, не бра-бра-бра-бра, вот так по клавиатуре, а что-то прям более-менее, там все равно внутри какая-то ересь написана, причем самое интересное, что это не понимают владелицы, в общем-то, да, и они посмотрели, ну, да, какие-то ошибки, и они, ну, как бы, я просто немножко намекну для людей, которые делают аудит, они их пересылают предыдущим своим директологам, если кто не в курсе, я вам просто расскажу, то есть, например, у нас, конечно же, есть клиенты, которые с какими-то там результатами не согласны, но мы найдем лучше, вот, и они, естественно, отправляют кому-то, да, там, проекты, ну, иногда и не говорят, да, то есть, что это наша компания, что мы их ведем, и люди там на таком полном серьезе, такую ересь пишут, ну, потому что, ну, видимо, хотят взять клиента, я не против, пожалуйста, но, это же пересылается нам, и я такой, хе, че? вот, ну, нет, ну, с клиентом, конечно, можно поговорить и объяснить, собственно, и показать, что это бред, ну, это, как бы, позиция, наверное, наша укрепит, ваши-то там никак не пошатнут, но, это какая-то прям совсем дичь, прям, прям полная, причем иногда же там написано данные, так и хочется позвонить и сказать, ребята, вы что там, совсем охренели, что ли, вот, но, конечно, я эти аудиты видел от людей незнакомых, но, пару аудитов я видел у учеников, которые тоже немножко хромают, в общем, есть вопросики к ним, присутствуют, ладно, давайте дальше, ну, по поводу воронки я уже тоже сказал, но в воронку нужно глубоко лезть, хотя бы потому, что есть всегда LTV, и, ну, не во всех нишах, конечно, понятное дело, в похоронке, например, нет LTV, хотя, ладно, шучу, там тоже, если хорошо похоронили, наверное, могут кого-то подхоронить, ну, извините за черный юмор, так вот, LTV во многих, все-таки нишах есть, и часто люди говорят, мне нужно, чтобы у меня клиент стоил 5000 рублей, ну, такие, ну, подождите, вам же он приносит 100 тысяч рублей за год, нет, хочу, чтобы он там, ну, или там 200 тысяч за год, нет, хочу, чтобы он у меня стоил 5000 рублей, и, наверное, надо с клиентом хотя бы провести, попробовать профилактическую беседу, объяснить, что Яндекс.Директ это аукцион, в котором состязаются и другие владельцы бизнесов, и просто я хочу так, это достаточно сложно, спорное утверждение, что так можно делать в рынке, где есть аукцион, то есть у нас есть точные запросы, у нас контекстная реклама хотя бы, да, и они, как бы основа все равно нашей рекламы, то есть кто бы что ни говорил, потому что люди придумывают, что я сейчас пойду альтернативными способами, залезу вот интересами, да, но, ребята, там, где это работает, там это и используется, и работает, там, где это не работает, не пытайтесь припихнуть, то есть, если вы видите, что цена за клик в остеклении зданий подходит к косарю, это значит, что надо с поиска получать, собственно, ну там условно, 500 рублей, 600 рублей за клик платить, если 1000 надо ставить, да, списанную цену, так вот, вопрос, 500, 600 рублей, так вот, вопрос-то главный, в чем заключается, в том, что есть люди такие, нет, хочу за 500 рублей заявку, там, где, извините, 500 рублей списывается, что-то где-то явно не то происходит, тогда давайте использовать альтернативный метод, да, там, лук-элайки, кто-то гео пытается накрутить, это такая тупизна, с чего вы взяли, что обрезание огромного количества аудитории, или наоборот, поливание всей аудитории подряд, даст какой-то эффект, нет, то есть обычно это приводит к подражанию воронки, так вот, здесь, по сути, надо понимать опять же два принципа, либо вы берете только горячий трафик, например, с поиска, да, и с ним только работаете, предложаете, ну, бьете оффером, оффер нормальный, и продаете, либо вы работаете, если у вас что-то элитное, дорогое, вы, собственно, подобным образом делаете, только используя грамотные ключи, или главные таргеты какие-то, но очень аккуратно, к таргетам вообще Яндекс, кроме ключей, относятся очень спорно, то есть всякие, возрастные структуры отреза, еще что-то, по сути, иногда вы делаете только хуже, характери себе некое, не всегда, но часто такое бывает, так вот, ну, и остальное, да, там, площадки, когда вы нарезаете, когда вы пытаетесь получить 5 рублей за клик, вот эту всю историю, это я уже говорил в предыдущем видео, это мы опускаем, так вот, здесь главная, наверное, проблема заключается в том, что так как никто не лазит вглубь в воронки, никто не понимает, что можно, есть еще отдел продаж, это вот следующим тоже вопросом будет, можно отдел продаж нагрузить, вот, заявками, очень легко, ну, например, вы строите дома, пожалуйста, определенный тип домов, выделяете его, можно сделать несколько, 5-10 ландов под каждый тип, если хотите, делаете что-то по типу, либо квиз, либо мы вам пришлем, ну, квиз, собственно, где в конце, в любом случае, вы высылаете просто, ну, то есть, что-то бесплатное, максимальное действие, высылаете проекты из сметы домов, там, самые популярные, либо это просто сразу входит, идет то же самое, да, лучшие проекты из сметы домов, либо то же самое, работает по такому же принципу, почти вся риэлтор, все риэлторство сейчас и так далее, и вы получаете, пылесосите все заявки, абсолютно все, естественно, до многих вы можете им там отправлять, да, там эти сметы, проекты, половина вообще даже это не прочитает, какая-то половина прочитает, и, в общем-то, не хочет, чтобы им звонили, но есть телефон, они просто будут орать матом, ну, и какая-то часть там небольшая, да, там каждый пятый, каждый восьмой, каждый десятый, каждый двадцатый, будет с вами выходить на контакт, при условии, что отдел продаж подготовлен к этому, подготовлен, ну, самое простое, это БФЛ, да, если вспомнить, но есть такое, что в БФЛ отделы продаж, они беззубые, были у меня такое, раньше клиенты, давненько было, когда ты у них спрашиваешь, а можно послушать вообще разговоры телефонные, и все возмущаются, типа, зачем вам это, вы думаете, мы плохо продаем, но есть основания так думать, если вы там с поиска, с горячих запросов, адекватно не можете людей закрыть, там, и никто не доходит к вам в офис, как бы вопросики присутствуют некоторые, хотелось бы разобраться, и обычно люди перестают балку катить на директ, и как-то ретируются, и такие, а, действительно, может что-то вот не так у нас с отделом продаж, и то же самое с офером, то есть, не пытайтесь, ну, короче, надо в это лезть, надо смотреть, нужно ковырять, экономику считать, и вот, в общем, в бизнесе немножко шарить, потому что, когда клиент вам говорит, что у меня должны быть там, например, вот, где-нибудь сваи, у меня клиент, ну, такой интересный, господа, ну, не опустим моменты, то, что, там, у них нет своего собственного производства, да, назову это таким образом, сваи, есть, буронабивные, можете посмотреть, и винтовые сваи, но кто занимается стройкой, те знают, о чем я говорю, и это абсолютно разные клиенты, у них разные чеки, и самое главное, что винтовые сваи, можно по одной продавать, потому что их можно вкрутить в землю, хоть ломом, ну, если очень постараться, маленькие, да, большие и сваи машинки, все равно есть, ну, то есть, свайное поле для дома, будут не, ну, узбеки теоретически тоже могут закрутить, а есть буронабивные, которые только с машиной, и, в принципе, их отдельно, никто практически не продает, уж тем более одну штуку не покупают, это бред, и говорить на полном серьезе, что у них должна быть одна и та же цена конверсии, когда я попытался сравнить кухню и шкаф-купе, мне сказали, что это другое, есть проблемки, в общем, надо разбираться и лезть, а как только вы начинаете лезть вглубь, сразу, в принципе, все всплывает, прямо все, ну, например, то, что на одном сайте конверсия, например, 10%, а на втором 2%, и как бы уже нельзя сравнивать одинаковые, что будут стоимости конверсии, если уже как минимум разный процент конверсий, и по этому делал разные ниши, то есть, ну, это уж вообще, да, вот, но, короче, часто и владельцы не хотят туда лезть, они прямо вот цифры не любят, бабки они любят, а цифры прям ненавидят, заставляете, или сами лезть, ну, тут кому что-то понравится, ну, и последнее, наверное, что я хочу сказать, с этим согласились, вот, сегодня у нас пятница, в среду у нас были разборы, я тут рассказывал про ропов, которые очень любят говорить, говорить, сегодня хорошо, там, или на прошлой неделе было хорошо, на этой неделе плохо, и на созвонных ропы, если что, это руководитель отдела продаж, потому что очень часто, если вы с крупными работаете клиентами, то у них есть собственники, у них есть директора по маркетингу, или маркетинговый какой-то отдел, может состоять из одного человека вполне, это будет директор по маркетингу, и у них есть отдел продаж, и логично, что либо один, либо несколько ропов, ну, максимум на моей практике было 10 ропов, и я со всеми общался, ропы разные бывают, естественно, там, черные, белые, красные, но здесь главная проблема заключается в том, что они почему-то считают все ощущениями, я очень мало видел ропов, которые меряют не там же по мерам, а условно говоря линейкой, то есть, ну, знаете, да, вот есть люди, которые мерят в сантиметрах, а есть, которые в саженях мерят, вот ропы меряют в саженях, ну, так, примерно где-то, вот сажа, нет, вот там мой, там локоть, условно говоря, или как он там называется, вот, и я вот так мерю, 33 попугая получается, это еще хорошо, если они в попугаях умеют мерить, потому что иногда они такие, ты говоришь, а сколько было продаж, какая динамика, они говорят, красный, они такие, подождите, мне нужен процент, они такие, красный, они такие, подождите, процент, они говорят, зеленый, они такие, подождите, Подождите, давайте вернемся к красному. Это реально так. И я уж не знаю, у нас, наверное, все-таки вообще ропами практически никто не занимается. Я знаю, что есть несколько буквально школ нормальных, которые занимаются отделами продаж и доводят до какого-то ума. Я лично присутствовал при некоторых, ну, некоторые господа, которые занимаются доведением до ума отдела продаж, я ржал. То есть, я такой дикости давно не видел, и людям платят деньги, намного, кстати, больше, чем директологам. Но дичь, которую они гонят, это, конечно, меня прям немножко поражало. То есть, они как раз у людей, которые обучают отделы продаж и делают отделы продаж, им не хватает как раз верхней воронки. То есть, они вообще не понимают, что такое Директ, Авито, еще что-то. Для них это вот прям типа льет и льет трафик, нормально пойдет. Вот, и отсюда вообще очень смешные ситуации. Они такие, ну, потратили миллион, и ладно, на рекламу, миллион еще нам отдадите, все ок. В общем, ладно, возвращаясь к отделу продаж, целая проблема именно и к руководителю. Естественно, нормального найти и, естественно, поймать за руку и объяснить, что он немножко врет. У меня есть хорошие клиенты, им, конечно, низкий поклон, честное слово, прям я обожаю своих клиентов. Особенно, ну, вот есть прям костяк, которые честно говорят, вот вдумайтесь, ты им говоришь, как у вас, ну, смотришь таблицу, да, доходы и так далее. У кого-то есть ежедневные доходы, ну, то есть цикл принятия решений день в день, то есть быстрые деньги. Ну, или в ближайший день 2-3. У вас хватает за эти 2-3 дня, чтобы оффлайн-конверсии все подтянулись, то есть все можно понять. И они честно говорят то, что, да, у нас в отделе продаж было там 10 человек, 3 заболели или 4 заболели, и мы не успели обработать всех клиентов, и поэтому у нас минус. Не потому что директ плохой, а потому что у нас именно проблема была в отделе продаж. И, ну, я, как пример, просто один привел, да, но бывает так, что мы понимаем, что один там менеджер хороший, а второй плохой, или у него настроения нет, или что-то еще. И надо считать не каждый день данные, а за какой-то промежуток времени в разрезе каждого менеджера. И у меня какие клиенты есть. Но когда я спрашиваю у обычных директологов, естественно, такого даже близко нет, и обычный плохой директолог. И это дополнительная работа, которую тоже приходится на себя брать, чтобы это все хоть как-то понять. Ну, в общем, если мы все это дело пройдемся, да, мы поймем, что, ну, новичкам, вы понимаете, насколько еще длинный путь предстоит до очень больших заработков. Собственно, у них много путей, я некоторые сегодня озвучивал. Про профи я сказал, ну, к ребятам вообще никаких вопросов, я всех люблю, уважаю. Честно, очень редко, когда читаю, ну, вот, бывает просто открываешь иногда, или мне попадается, или реклама попадается, открываешь, ржешь, закрываешь, да, или несколько постов почитал, все понятно, классика. Ну, про доходы я также ровно сказал, доходы выросли у ребят, многие молодцы, мне прям очень нравится, я очень надеюсь, что в 2024 году у многих доходы будут уже не 80, я увижу, а человек 160, 180, 400 плюс, да я уверен, что, конечно, по рынку их намного больше, но это тех, которых я лично знаю, наверняка их и так много, но я надеюсь, что я помогу еще, хотя бы еще 80-100 человекам выйти на 400 плюс, что вполне себе реально, я ничего сложного не вижу. Про оборот, ну, им контекст, навряд ли в этом году мы уже сможем еще вырасти в 2,5 раза, я все-таки адекватный человек, потому что те работы, которые нужно было провести, мы провели, все, что я вам говорил сегодня, мы провели как раз, и это очень сильно помогло нам вырасти. Ну, про то, что, кстати, почему так мало контента стало, именно повторюсь, потому что, ну, во-первых, контент мы перевели максимально платный, а во-вторых, просто потому что, ну, реально сейчас очень много работы с агентством, ну, то есть я занимаюсь, ну, другим, скажем так, мне нужно зарабатывать деньги, я зарабатываю деньги, блогерство, это я оставляю тем, кому это очень нравится, у кого нету еще кризиса, или есть, но они хотят об этом поговорить, или они только прошли, так, рехаб, скажем так, да, то есть они отошли, вышли из проблем директа, проблем с директом, или у кого-то уже, у кого кукушечка немножко поехала на директе, таких, кстати, тоже достаточное количество, к сожалению, в остатке, в сухом остатке есть на рынке, и иногда можно отследить, когда человек раньше писал трезво, потом в какой-то момент начинает сходить с ума, ну, я уверен, что это, конечно же, лечится, лечится это тем, что нужно просто нанимать людей, да, и отходить полностью от работы с директом 24 на 7, потому что это нездоровая история, можно это любить, но это надо любить в меру, то есть иначе вы будете реально просто с ума сойдете, и олдфаги знают этих всех людей, кто сошел с ума, мы когда общаемся, все все понимают, то есть не дураки, вот, ну, собственно, про контент и так далее я говорил, про средние чеки, ну, я надеюсь, что они в этом году все-таки подрастут и будут за 30 перевалят, и если вы берете вдруг меньше, ну, ребята, ваша задача будет найти таких и клиентов, и перестроиться, да, таким образом, чтобы отойти от клиентов, которые платят мало, да, понятно, я многое упустил, я понимаю прекрасно, что есть у вас там, кто платит 15 тысяч, и вы голову себе не забиваете, он там работает и работает, дай-то бог, у всех такое есть, не переживайте, это нормально, то есть мы это, как бы, здесь мы это пофиксили, мы понимаем, мы говорим сейчас про новых клиентов и следующий этап, потому что на таких клиентов, которые вам голову не делают и 15 тысяч, вы никогда не выйдете на нормальный доход, я надеюсь, вы понимаете, вам надо идти дальше, вот, про клиентские бизнесы и воронки я рассказал очень много, про офферы директа ленды я, собственно, и до этого очень много говорил, поэтому опустим, про CRM и так далее я говорил еще и в прошлом видео, ну, а все остальное, пожалуй, я сказал, поэтому еще раз у вас с наступившими праздниками, которые прошли, все пришли в рабочие будни и надеюсь, что в этом году у нас все будет проще, все, что я обещал, все, что я рассказывал, ну, пожалуйста, предыдущее видео можете по директу посмотреть конкретно, ну, а следующее видео у нас будет как некий итог по нишам, которые были у нас в прошлом году, то, что я крутил, что крутили ученики, голопом по Европам, конечно, но все-таки попробую рассказать, объяснить некие итоги, подвести. До скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok